А в эти выходные на Южном Урале прошла самая массовая лыжная гонка страны. 20 тысяч человек приняли участие в Лыжне России 2017. Жители области встали на лыжи на неделю позже всех остальных россиян из-за погоды. Кто стал участниками масштабных забегов, Иван Лежнин расскажет. Выстрел и сотни человек устремляются вперед. Кто-то сразу старается оторваться, кто-то цепляется за соседей в толпе и падает. На площадке возле Челгу ажиотаж. Масштаб мероприятия такой, что пока одни только начинают гонку, другие уже получают призы. Интервал между стартами всего 15 минут. Сильно уверенным в себе не был, все равно, потому что соперники сильные и все достойны сегодня были победить. Но как бы так сложилось, что сегодня я стал чуточку сильнее и одержал эту победу. В Челябинске стартовала всероссийская гонка «Лыжня России». Она проходит с 1982 года и количество участников постоянно растет. Самый массовый забег страны собрал участников от 3 до 85 лет. На лыжи встали профессиональные спортсмены, дети, ветераны и даже отряд МЧС. Это, возможно, самая масштабная гонка в мире. По оценкам Минспорта Российской Федерации, в этой «Лыжней России» в 35-й юбилейной примет участие свыше полутора миллионов человек. Если брать Челябинскую область, то мы рассчитываем, что сегодня по всей области на лыжи встанут свыше 20 тысяч. Ну и, конечно, самая большая площадка – это в Челябинске. Сегодня мы ожидаем, что около 7 тысяч южноуральцев придут и поучаствуют в этом мероприятии. У каждой категории участников своя дистанция. Вот малыши под преободряющие крики родителей преодолевают 100-метровку. А вот к старту готовятся вип-персоны. Им предстоит пройти на лыжах 2 километра. Открываем! Есть! Стартовал вип-забег! Удачи всем, друзья! В вип-забеге участвуют известные бизнесмены, педагоги, чиновники. Вот министр спорта Леонид Одер сам подает южноуральцам пример. Прекрасно. Я к нему готовился. Бегал, гулял, плавал. Поэтому проверил себя. Раз в год на лыжне. Очень здорово, что еще есть порох в пороховнице. Здесь бежать уже для себя, короче. Почувствовать свое самочувствие. Я как готова. И пока последние вип-персоны пересекают финишную черту, на исходное уже вновь негде яблоко упасть. И теперь последний этап. Массовые забеги по районам города. Сейчас стартовал один из самых молодых районов Челябинска – Калининский. Самым быстрым лыжникам в каждой категории вручили кубки и медали. Напомню, что изначально забег был запланирован на 11 февраля, но из-за аномальных холодов на Южном Урале старт отложили на неделю. Иван Лежнин, Леонид Новожилов, ОТВ